Вы рассказываете о методе с лампочкой, но после применения не получается забыть о человеке и вновь одолевают страдания по нему. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно делать? Никак человек не может убрать у себя привязанность от другого человека. В этот момент человек должен выполнять практику, которую я даю на семинаре, который называется «Убирание зла и проклятий». Или читать код от блуда, или второе, выводить из себя змею, которая выпадает из половых органов и раздавливать ее. Либо есть третий момент, он должен просто отвлекаться. В тот момент, когда человек или он думает о человеке, он в этот момент должен начать проговаривать себе все, что видит вокруг себя. Также я хочу вам сказать, что очень сложно живется тому человеку, который ничем не занят. Если человек ничем не занят, его страдания вырастают. Займите себя чем-либо, делайте так, чтобы вы были заняты 24 часа в сутки. Если 24 часа в сутки вы заняты, поверьте, вам будет просто некогда чем-то другим заниматься. Начните уборку, начните что-то делать. Труден день до вечера, если делать нечего. Начните за кем-то ухаживать, начните физкультурой заниматься, танцевать. Начните заниматься, распределите ваш день, чтобы у вас не было свободной минуты. Это все отвлекает. Какие методы с лампочкой, такая чепуха. Можно ли эзотерически повлиять урожайность? Ученик платной первой ступени. Как от этого напрямую зависит мое выживание? Возьмите соль, возьмите сахар, вернее, возьмите сахар и идите на поле, где у вас урожайность должна быть. И говорите, я угощаю тебя земля, и рассыпьте этот сахар, пройдитесь сами по полю. Я благодарен тебе, и это преподношение от меня тебе. И после этого увидите, как у вас увеличится урожай. Это очень...